В прошлом году был принят закон о защите права свободы внутренних перемещенных лиц. Согласно этого закону, статья 9, АППЛ имеет право на бесплатное жилье на протяжении 6 месяцев при условии оплаты коммунальных услуг. При этом непорядка предоставления этого жилья, нечетко определенных ответственных лиц по предоставлению жилья на сегодняшний день не существует. Мало того, этот закон предусматривает, что Кабмин должен разработать комплексную программу по решению проблем ВПЛ. В том числе как жилищных проблем, так и компенсацию утраченного жилья, так и их социализация в нашем обществе. Еще в начале прошлого года мы обращались в КНДА с просьбой предоставить нам помещение. Мы хотели сделать, не знаю, как его правильно назвать, помещение, куда можно было принять людей на небольшой срок для того, чтобы оказать им первую медицинскую, психологическую помощь и помочь потом людям дальше с поиском жилья. Предполагалось, что человек там находится не больше трех недель. В процессе поиска жилья нам активисты Русановки показали помещение «Надо выдавать в 15». Это помещение, которое охраняется, то есть там есть охранная юбка, которая платит за охрану, и в котором живут бомжи. На сегодняшний день это здание большей поликлиники, оно 65-го года, судя по всему, по ответу, который мы получили из департамента коммунальной собственности города Киева. В основном порядке нам было предложено начать там ремонт и обязательства КМДА, что они помогут нам оформить это помещение. Через пару недель нам пришел ответ, что это помещение непригодное для жизни людей, хотя у нас были доноры, которые готовы были сделать там ремонт, оно отключено от всех коммунальных услуг и предложили нам поучаствовать в инвестиционных проектах в научных условиях. Кроме того, поискать другие помещения и, опять же, принять участие в инвестиционных программах. После этого у нас был ряд встреч. В принципе, мы регулярно встречаемся с Министерством социальной политики для того, чтобы понять, где же искать все-таки это жилье и вообще, что дальше делать с этими людьми. Потому что проблем очень много. На одной из последних встреч пытались выяснить, кто ответственный за предоставление жильям. Когда не было на встрече МЧС, ответственным был МЧС. Когда не было на встрече Минрегион Будда, ответственным оказался Минрегион Будда. Было заявлено, что в городе Киеве, по последней информации, по состоянию номер 3, 07, существует 713 мест, куда можно поселить этих людей. К сожалению, Минсоц не смогло дать ответа, где же эти 713 мест, и информация, которая есть на официальном сайте Министерства, не соответствует действительности. Было заявлено, что если вам не нравится эта информация, мы можем ее убрать. На сегодняшний день этой информации нет. То есть, ну, люди сказали, люди сделали информацию, убрали. То есть, теперь вообще нет никакой информации. Мы обратились к письменным запросам на карандаст, с просьбой сказали, где же эти 713 мест находятся, и предоставили контакты лица, которые отвечают за поселение ВПЛ. На что мы получили ответ, который ссылается на законы и постановления Кабмина 4-го года, 8-го года, про социальное жилье. Потом было написано, что в 13-14 году социальное жилье не финансировалось в городе Киеве. На 15-й год также не предусмотрено финансирование строительства такого жилья. Я процедурую хорошо. Враховуючи, вкладене в Департаменте будильництва то житлового забезпечения на даний час отсутнє жилье приміщення тимчасового та социального житлового фондів для надання внутрішніх приміщеням особам. Одночасно повідомляємо, что на теперешний час возможности для залучения додатковых житлових приміщень придаток для комфортного та компактного проживания ВПО, которые прибывают в Місто Киев для тимчасового проживания, вычерплено. В посыланні цих громадян здійснюється до поміщень волонтерів і інших областей. Старство не то, що не виполняє свої об'язаніства перед цими дні, але навіть не збирається. Заняло дуже недобну позицію. Вот є волонтери, вони вас поселять, к ним обращайтесь. Ініціатива «Восток СОС» написала подобний запрос на областну администрацію київську з просьбою передоставити інформацію, куди селяться ці люди, скільки поселено і які ще є міста. На основі закона о публічній інформації, срок відповідь на інформаційний запрос – 5 дні. Вони получили відповідь, що на сьогодні ці інформація актуальної немає, тобто реально цим ніхто не займається, і попросили 20 дні, согласно цього закона, для того, щоб підготовити інформацію.